всем большой привет недавно я закончила моего макса рыболова начала новый процесс бисерные ракушка ну и по традиции по моей не захотелось взять какой-то процесс основным на отшив конечно у меня много процессов я их меняю то один то другой но всегда у меня есть какой-то один вот основной которым я больше занимаюсь и я стала выбирать процессы и остановилась на моих розах от рт о принялась я вышивать мой процесс и как-то что-то вот мне не совсем была удобность подручно работает со схемой и я решила ее склеить и получилось у меня вот такой вот огромнейший лист я стою далеко чтобы его взять полностью в кадр и вы видите обложка какая маленькая кажется как открытка ну не нужно было ее склеить и потому что всегда есть опасения потерять сбиться и будет потом конечно очень грустно вот ну и также сейчас увидите по схеме что я отшила половину работы так половину работы я отшила и осталось мне уже в принципе совсем немного но осталась такая сложная часть с правой стороны вот сверху и немножко слева это остались розы розы вышиваются сложно потому что там много цветов а вот сами веточки там совсем чуть-чуть ну в общем то работы осталось не так то что и много и я надеюсь что до конца января я справлюсь с этим процессом так мы покажу как у меня все организовано на моем рабочем столе вот девочки вышиваю я этот процесс на кюснапах и на моем станке стич смарт я уже за ним соскучилась потому что макс вышивала я на моем настольном станке и очень приятно менять время от времени вот обстановку то ли вышиваю на станке стич смарт то ли я меняю вышиваю на станке настольном то ли я еще куда-то перебираюсь это же вот какое-то разнообразие не все вот одно и то же это маленькие такие кюснапики очень удобные и вот посмотрите как хорошо я продвинулась какие красивые здесь цвета и оттенки ниточки конечно некоторые вот у меня висят по бочкам ну вы понимаете процесс идет рабочие что-то припарковано процесс в общем-то и простой и непростой потому что здесь очень много три четвертых крестика но очень много и используется ниточка и два сложения в одно сложение и вот эти все три четвертые креста нужно быть очень внимательным но тем не менее посмотрите как сочно получается очень и очень мне нравится этот процесс особенно сейчас мне настроение на яркие яркие краски так приятно вот схемка мне обычно пристегнута там повыше но я специально сняла ее вам показать и сейчас сниму кюснапики буду переставлять наверное канву вот такой момент вам заодно покажу и всю картину как получается так что не переключайтесь ну вот девочки сняла я с кюснапиков ну вы понимаете конечно сама сама канва очень мятая конечно то есть не презентабельно смотрится ну я хотела вам показать хотя бы несколько секундочек вот процесс как он сейчас выглядит мне очень очень нравится посмотрите какая нежная ваза с розами она вышивается крестиком в одну ниточку кстати мне очень понравилось вышивать в одну ниточку и вот какие сочные пышные розы получается представьте здесь еще нет не бэкстича нет стежков стемстич которые подчеркивают всю эту красоту очень очень красивая картина и вы знаете это будет первая картина с цветами у меня дома люблю цветы ну вот как-то странно что до сих пор ничего еще не вышло из цветов вот так сейчас что я буду вышивать смотрю с вами и вот за замерла на секундочку любуюсь этой красотой и потеряла свою свою мысль что хотела вам сказать вот представляете так значит я хочу перед переставить сейчас кюснапики вот в эту область и буду вышивать вот этот бутон и листочки чтобы уже закрыть эту тему и потом буду вышивать с правой стороны сложную розу немножко хочу отдохнуть вышить ее быстренько вот такая вот я хитренькая пойду легким путем и так мой процесс готов к вышивке вот так я переставила кюснапы подвернула канву и подготовила схему буду сейчас вышивать вот этот бутончик листочки что еще там поместится я думаю что я быстро с этим справлюсь работы здесь немного и покажу вам уже еще вот отрывками как получилось опять буду представлять кюснапы мне нравится что мне маленькие кюснапы пусть я часто их переставляю зато мне удобно вот при вышивке такие миниатюрные так себя как чувствуешь очень комфортно с кюснапиками и кстати я показывал в прошлом видео маленький обзор на эти кюснапы они очень очень хорошо плотно держат без всяких ставочек и еще каких-то дополнительных частей вот это мой кюснапы видите у меня иголочки все на магните это моя горница рабочего в таком плане я и пользуюсь мне очень удобно брать оттуда и я вот вышиваю так вот там мой рабочий стол ничего как бы нового и особенного немножко покажу вот мои нитки как обычно в коробке вот такой большой золотой мне не очень оказались для меня практичными очень удобные и немножко остановлюсь на планшетках я показывала в видео организации немножко еще остановлюсь планшетки здесь родные вот как были они в наборе я очень люблю работать с такими плотными картонными планшетками органайзерами единственное что я сделала я взяла вот у меня есть такой тоненький пароломчик был который часто кладут в разные оборудования для хорошей упаковки я нарезаю такими линиями и приклеиваю на двусторонний скотч и прям сюда же парку вот так иголочки очень-очень удобно здесь немного цветов вот как бы не такой уж большой сложный процесс поэтому прямо здесь хранятся у меня все иголочки удобно мне нравится вот если у кого небольшой процесс не 100 цветов и много блендов вот можно так девочки делать попробуйте так ну что еще в общем то на этом все может быть если получится я попозже с вами повышеваю эту работу покажу как я вышиваю три четвертые креста меня просили девочки но опять забыла свою камеру вот если получится сбегать мне на работу забрать и я вам тогда все это поснимаю покажу поэтому не прощаюсь вот девочки раздобыла я все-таки камеру настроила и сейчас будем мы с вами вышивать небольшой бутончик я специально переставила так кюс на пыль чтобы вышивать бутон в бутоне очень много используется три четвертых креста поэтому есть что показать конечно я не хочу сказать что это мастер-класс ни в коем случае я просто покажу то как я вышиваю три четвертых креста потому что очень часто мне просили девочки не было никак возможности время знаете не хватает вот чтобы сесть спокойно с камерой и можно было повышивать и поснимать видео сегодня вот такой день у меня появился пользуюсь я этим случаем скорей-скорей будем снимать это видео так но я надеюсь что картинка будет четкой явно максимально поставила супер-супер увеличение как называется до супер макро да и будем сейчас вышивать итак начнем мы с этого угла начинается у нас веточка будем вышивать веточку которая идет в бутончику схему показывать не буду по крайней мере пока буду вам просто рассказывать чтобы постоянно не дергать камеру но если будет необходимость то конечно же я открою и покажу вам и схему итак приступаем закрепим нашу ниточку вышьем до 2 крестика и сразу же здесь идет крестик который не три четвертых крестика вот так я делаю видно петельку полукрестик здесь у меня уже есть выше ты один одна три четвертая креста его я в эту же ты рачку там где проткнута клеточка в центре делаю опять же прокол петелька должна идти всегда внутрь вот так стягиваем и возвращаем нашу ниточку вот чтобы получается из центра где есть прокол одна половинка тянулась в один угол второй полукрестик тянулся во второй угол чтобы как бы раскрывалась эта клеточка не знаю понятно я рассказываю непонятно конечно трудно это все описать но я буду стараться мы повышиваем я думаю что это будет также видно вот вышиваем еще три четвертых креста который идет отдельно стоящим их не два центре прокалываю иголочкой и вот так закрываем и еще нужно вышить один такой крестик также здесь внизу видите как получается аккуратненько так теперь будем вышивать пять крестиков три четыре пять немножко отступим я вышиваю с геннаперстка мне это вошло уже в привычку он у меня всегда на безыменном пальчики так вышила я пять полукрестиков и теперь вышим три четвертых креста который закрывается вниз на схеме всегда показано в какую сторону закрывается этот крестик не буду сейчас уже вам этого показывать это все просто смотрите направление и в такой в данный угол как указано по схеме закрываете три четвертых креста конечно с использованием этих крестиков получается очень хорошо проработанная деталь изящно вот видите кропотливо девочки говорят что очень удобно вышивать на линде 27 работы где много три четвертых креста и я соглашусь вот просто я такой человек я не люблю менять особо содержимое набора то в крайних случаях если очень плохо укомплектован набор я тогда меняю вообще не люблю переукомплектовать вот что мне положили набор тем обычно я и пользуюсь я такой человек не очень привередливый хотя наверно было у меня очень много материалов я наверное и сделала бы замену на линду наверно было бы намного удобней так и вот еще один три четвертых крестика девочки иногда их называют не до крестиками тоже надо ниточку хорошо поправлять чтобы он красиво закрылся и не был сажматым эти получаются такие как шипы у розочки красивые этот процесс я вышиваю как парковкой так и по цветам в зависимости от фрагмента если очень сложный фрагмент к примеру роза я тогда вышиваю парковкой ну тут веточка здесь не очень много каких-то таких деталей переходов цветов две ниточки пока будет использоваться вот на веточке поэтому я думаю что можно вышить и по цветам я в процессе когда вышиваю смотрю в какую сторону закрывается три четвертые креста и соответственно либо вышиваю первый стоящий крестик либо сразу могу выше три четвертых креста в данном случае у меня три четвертых креста закрываются в ту же дырочку из которой у меня вышивается крестик и чтобы не делать лишних движений я сначала закрываю крестик а потом вышиваю три четвертых креста надеюсь я как-то понятно объясняю так здесь вышили когда я вышиваю очень люблю наслаждаться вот нитками ну думаю как и все очень красивые здесь зеленые и розовые оттенки прям вышиваю с удовольствием и в данном случае мне очень уже повезло потому что есть вышитый фрагмент и можно также наблюдать любоваться уже готовой вышивкой иногда даже процесс из-за этого затормаживается потому что вы вешаешь 50 крестиков сидишь и любуешься как красиво получается делаем опять три четвертых креста раз эти девочки все в общем то просто нет ничего сложного и не нужно бояться работа с использованием три четвертых креста вот говорят девочки вот в этой картине очень много три четвертых креста я ее забросила но я не вижу никаких проблем так как мы вышиваем крестики и полукрестики точно так же вышивается и три четвертых креста просто нужно психологически на это настроиться как с ней работать как их вышивать и никаких проблем нет видите как очень тонко получается проработана розочка посмотрим потом в итоге как красиво все уголочки сглаженные все очень красиво готова я тоже когда первую картину стала вышивать где было много три четвертых креста первую картину которая вышла это моя индианка с малышом нежное объятие анкор очень много три четвертых креста и я прям боялась тоже этого момента думаю вот ну как я справлюсь не справлюсь и наверное может там тяжело мне будет ну знаете как говорится глаза боятся а руки делают взяла иголочку и вперед и все вышилось и никаких проблем единственное нужно конечно быть внимательным и вышивать аккуратно не делать ошибок потому что если придется распарывать это занятие конечно не для слабонервных распарывать три четвертых креста очень тяжело нитка так как это аида она очень плотно заходит в ткань и потом вытаскивать оттуда ниточку очень тяжело так 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 поэтому нужно быть внимательным вот отвлеклась на схему поэтому немножко так вот затормодилась моя мысль и вышиваем на розочки бутончик очень такой тоненький знаете есть работы которые проработанные вот эти все детали бэксича а вот когда проработанные крестики мне кажется это еще круче смотрится потому что бэк все таки бэк а вот обшить вот так вот сделать розу это еще интересней здесь бэка очень мало в этой картине будет использоваться стежок стэм стич тоже очень несложный очень интересный стежочек он мне очень нравится первый свой такой стежок я выполняла на работе dimensions кормушка который вышивается на ткани вот там все шнурочки были выполнены этим стежком я там училась очень было интересно здорово так в нижней части я эту ниточку уже все отшила есть еще эти значки вверху но я это сделаю попозже сейчас хочу закрепиться так ну раз я перевернула мою раму я вам покажу и мою изнанку вообще знаете свою изнанку я стараюсь не показывать честно скажу я мне стыдно показывать мою изнанку потому что вот девочки кто вышивает идеальной изнанкой у них такая чистая такая красивая изнанка у меня вот такая пушистая я вообще не создаюсь конечно целью вышивать идеальной изнанкой не хочу даже вот пытаться потому что все это будет картина все это будет закрыто ну и не такая уж она у меня и страшненькая совсем ну вот если на такие махрушечки иногда я закрепляю нить не переворачивая рамы вслепую остаются вот такие махрушечки ну в общем то не очень то уж она и страшная ну и не самая красивая поэтому я и не показываю никогда мою изнанку тут нечем хвастаться наоборот мне кажется у девочек есть так такие изнанки прям аккуратные аккуратные мастерицы умнички вот закончила я одну ниточку как и сказала сейчас продолжим мы другой ниточкой вышивать казалось я тут не подготовленной поэтому мы быстренько заправим новую ниточку прям быстро быстро может быть слышны звуки это наша новая собака Зевс его зовут по-гречески Диас он себя очень плохо вел и его муж отправил на балкон в наказание вот он там теперь сидит плачет ну что делать воспитание так продолжаем вышивать ой камера не потерялась резкость нет хорошо у нас сейчас похолодало конечно не так как в России в Украине что прям вот минусы снег мороз у нас ну до нуля где-то вот доходит примерно до нуля самое большое до нуля еще конечно не дошло там 5-6 градусов примерно вот так есть холодно прохладно прохладно скажем так нет не холодно прохладно неправильно я сказала иногда знаете хочется холода я вот иногда так смотрю скучаю по снегу хочется поехать куда-то в снежные районы здесь есть снег погулять по снежку не хватает конечно так вышиваем три полукрестика еще один три четвертых крестика раз вообще конечно климат в Греции очень мягкий очень хороший практически холода не бывает вот у нас ну максимум да до нуля градусов дойдет немножко если выпадет снег здесь у нас в Афинах это здесь большое событие все все значит школы закроются какие-то магазины закроются причем не то что мы говорим выпал снег там занесло дороги просто вот чуть-чуть посыпала и притрусила снежком все здесь сразу все парализовано пробки никто никуда не едет катастрофа потому что не приспособлены ни машины к зимним дорогам скользким очень скользкий здесь асфальт бетон вот такой поэтому все сразу становится здание и дома тоже не приспособлены к хорошему отоплению здесь все такое очень в легком варианте конечно с отоплением здесь большая проблема если падает сильная температура люди конечно очень мерзнут очень дорогое у нас отопление девочки очень и максимум что могут себе позволить вот многоэтажки у нас какие многоэтажки вот у нас допустим пять этажей не такая большая многоэтажка всего пять этажей но все что у нас есть по отоплению это мы должны сами покупать топливо в баке в бак заливается и потом как управляющий многоэтажки он включает по времени отопление на всю многоэтажку вот у нас зимой включают на 3-4 часа максимум вечером когда все приходят с работы тогда нам включают отопление а вот если днем кто взрослые люди там здесь с детками грейся как хочешь кондиционер обогреватели все что хочешь причем вот за эти 3-4 часа мы в месяц платим как как минимум 70 евро как минимум это вот так папа по скромному а если кто топится у кого дети и есть автономное отопление ну это примерно 250 евро в месяц уходит на автономное отопление вот и представляете себе разницу как у нас здесь с теплом а если кто живет в своих домах и они сами покупают себе топливо и дом большой но это где-то 300 евро в месяц на отопление вот за исключением света за исключением всех остальных платежей воды и очень дорогие коммунальные услуги так что у нас еще очень хорошая система отопления услуги коммунальные я не знаю конечно как там сейчас в России в Украине я уже давно не была потеряла всю цепь событий так отвлеклись мы от вышивки что-то я ушла в другую степь своими рассказами вы видите вышиваем и вышиваем есть конечно три четвертых крестика встречается часто ну как вы видите ничего сложного в этом нет нужно просто настроиться морально и что вот это вот так происходит что они будут у вас в работе все никаких проблем вы будете очень хорошо вышивать практически мы с вами вышили вот веточку будет еще один цвет зелененький бутончик очень маленький ой пропустила я ничего вернемся почему вот вот это не это все это здесь вы немножко отвлеклась на схему смотрю что я тут вышиваю чтобы не наделать ошибок поэтому повышивали в тишине вот так я полюбила свою вышивку что знаете вот уже вышиваю сколько я вышиваю четыре года до и вышиваю практически каждый день и даже не могу себе представить уже и дня что какой-то день я вышивать не буду хотя бы несколько крестиков хотя бы полчасика по чуть-чуть посидеть но мне нужно вышить и получить вот этот мой заряд энергии от вышивки увидеть какой-то хоть небольшой результат что у меня что-то продвинулась настолько мне нравится вот этот процесс созерцание создавание картины или какого-то предмета рукодельного конечно захватывает очень захватывает меня даже муж раньше не понимал моего увлечения сейчас он уже как бы смирился ему уже даже и нравится и даже не просто уже ему нравится он уже начинает мне заказывать картины и говорит а ты же мне тоже будешь хотя бы раз в год мне одну картинку будешь вышивать говорю что ты хочешь но то собаки у него то лошади у него тематика 1 он у меня охотник поэтому у него есть свое любимое занятие но тем не менее он хочет чтобы и его любимое занятие отображалась в моем рукоделии и принципе я ему вышила уже 3 2 картины и вот он у меня заказал еще одну картину буду вышивать и в следующем году покажу вам в моих планах на следующий год эту картину посмотрите так надо посчитать чтобы тут нам не ошибиться 34 тут вот у нас будут идти много три четвертых крестиков я протяжки делаем очень маленькие на 34 на 5 крестиков делаю тем более что сейчас у меня еще пространство там не зашитая поэтому протяжки они за шьются если уже есть зашитое пространство то я тогда переворачиваю раму и протягиваю ниточку под стежками видите что получается из три четвертых крестика какая тоненькая веточка потихонечку с вами вышиваем этот бутончик еще чуть-чуть и он будет готов очень люблю и цветы есть у меня на следующий уже год некоторые планы по поводу цветов у меня немного наборов несколько есть наборов с цветами и немножко ну раз мы так сами уже беседуем немножко расскажу вам значит есть у меня один наборчик от ты гувернер я очень давно мечтала попробовать что-то от ты и искала я конкретный набор но так как с конкретным набором у меня не получилось найти я купила просто другой наборчик который я хочу заменить там канву потому что я хочу его вышить на дне тот набор который мне комплектация который я выбрала мне нравился на нет но на дне уже не было поэтому мне пришлось брать на черной канве я показывала в каком-то своем видео покупках этот набор вот и я куплю кусочек льна и буду пробовать вышивать на льне это будет моя первая работа на дне это будет первая моя работа от ты вот там очень красивые цветы закрепим сейчас быстренько ниточку и расскажу что я сделала потому что вышила сейчас только поняла что мне вам нужно рассказать маленький момент как я вышиваю я вот эту строчку вышивала гобеленовым стежком не справа налево как обычно я вышиваю когда вышиваю парковка или или вообще по цветам а слева направо потому что эта часть у меня здесь не зашивается и если бы я перетянула нитку сюда у меня бы на изнанке была большая протяжка которая бы там болталась поэтому я сразу увидев это на схеме пошла вышивать от этого момента где остановилась гобеленовым стежком право закрывать буду влево вот такой маленький хитренький ход а вот теперь я продолжу вышивать полукрестики с того же момента где начала вот поэтому я планирую вышить на следующий год попробовать ты и попробовать вышивку ты и на мне дальше у меня есть старенький наборчик ланарта точнее дизайн ланарта но укомплектованный фирмой ласка я когда покупала этот набор я думала что эта схема димуэншинс я искала эту схему везде хотела скачать схему и сделать сама подбор но не нашла потом думаю ну ладно он стоит не дорого этот набор я сама куплю и если что заменю какие-то материалы в частности канву я буду менять на линду 27 и буду вышивать выключилась у меня камера и давайте продолжим я рассказывала вам за мой набор от ласка который я планирую вышивать хочу заменить там значит канву на линду я уже заказала материалы и жду и буду вышивать этот процесс мне очень интересно посмотреть что получится мне очень нравится этот сюжет я вам потом покажу все мои вот эти процессы в общем видео у планах на 2017 год также есть у меня в задумках вышить и в пару к этому процессу от рта вышить также еще один дизайн рта называется лютики называется ранунку лес и такое сложное название этих цветов такой же стиль цветочки в азии также в принципе они расположены единственные там идут другие оттенки здесь розовые розы а там желто-оранжевые лютики ну красивый тоже дизайн в азии в принципе можно вышить подбором почему подбором потому что схема уже давно набор давно уже снята с производства его уже не найти вот загоняться там искать и переплачивать денежку я не хочу у меня много ниток от пнк я теперь хомяк богатый и могу вышивать все мои любимые процессы подбором не боюсь я подборов в этом ничего страшного не вижу потому что в общем то вы не думаете что вот те цвета которые используются в наборах это вот прямо чистая задумка дизайнера нет ни в коем случае это не чистая задумка дизайнера это необходимая необходимость дизайнера потому что обычно происходит в фирмах так выбирает фирма материалы производитель фирма производить выбирать материалы вот к примеру будем комплектовать наши работы ниточками пнк вот и предоставляет это дизайнеру говорят что значит канва будет у нас bestex нитки пнк пожалуйста разрабатывайте дизайн вот с таким наполнением и дизайнер будет подбирать те цвета которые есть в палитре не те которые ему хочется одну нитку с анкор другую из пнк третью с дмс нет а то которые ему как бы задали задачу и вообще нитки у всех фирм партии от партии отличаются вот я даже перебирала сейчас дмс у меня есть некоторых цветов по 3 бобинки отдельные и все три могут быть с разными оттенками я вообще удивилась этому факту но факт есть факт случается такое в партиях даже тот же дименшинс на своем рассвете когда создавал буклеты предлагал их вышивать различными ниточками и анкоры и дим дмс еще там какими-то по моему нитками то есть значит дизайнеры продумывали переводили также нитки и предлагали вышить с различных палитр это не значит что работа получится плохо нет просто будет небольшое отличие в оттенках но ничего страшного не будет те же наборы дименшинс которые производились в америке в китае тоже там я уверена есть отличие в цветах и но ничего страшного мы даже об этом не подозреваем на жене с вами 10 наборов одинаковых северного сияния чтобы сравнить все там цвета нет по один купили отшили и все и радуемся поэтому все это очень условно нитки но в любом случае даже вот сказать что давайте теперь все вышивать подбором нет ни в коем случае не призываю вас вышивать подбором по набору всегда лучше интереснее и это правильнее потому что мы соблюдаем авторское право люди работали над наборами создавали и если мы будем продолжать покупать их наборы они будут продолжать создавать нам прекрасные дизайны поэтому я всегда только за обеими руками за набор всегда только набор но иногда знаете вот просто это человеческий фактор так как у меня наборов уже очень много иногда мне хочется вышить что-то подбором потому что материалы есть и все вот какие-то редкие наборы которые уже не продаются я считаю что их можно вышивать подбором не приплачивая перекупщикам там огромные деньги то они нужно делать можно вышить все подбором и все будет красиво вот такое вот мое мнение по этому поводу не знаю как вы считаете потому что это такая всегда больная тема набор или подбор столько дискуссий столько рассуждений кто-то говорит что он только набором потому что в подборах вот плохие там мы не можем подобрать точно такие же нитки или еще что то но я думаю что не в нитках то дело в первую очередь дело здесь в авторском праве и правильности так продолжаем вышивать и вот кстати сейчас выходит есть фирма украинская называется классик дезинг которая ну как сама фирма зарегистрирована в германии производство в китае но в принципе что вы удивляетесь сейчас все в китае производится это производственная мировая машина китай все производится там и в этом нет ничего плохого то что раньше был китай только плохие товары это уже в прошлом китай производит уже очень хорошие товары вот и вот эти наборчики укомплектованы в общем-то очень хорошо канва цвайгорт ниточки дмс все очень качественно девочки вышивают эти наборы получается очень красиво и и здорово и замечательно так заканчивается нитка и очень даже удачно заканчивается мне осталось вышить всего два этих пол два три четвертых кресик как их называть не до крестика два не до крестика вот он раз и вот он еще один и на крестик и я дошила эту ниточку этот цвет закрепимся ничего не видно что язык закрепляю ну вот ну вот девочки я остановила макросъемку хочу показать вам общий кадр что мы с вами вышивали вот увидите какая красивая роза у меня получилось и в процессе вышивки я любуюсь этой красотой мне так нравятся очень красивые краски такие розовые яркие зеленые просто настоящие розы а мы с вами вышивали вот эту маленькую веточку где будет такой маленький маленький бутончик так девочки покажу немножко схему чтобы было понятно как мы вышивали три четвертые креста где я говорила о направлении вы видите что квадратик разделен пополам и видно какой угол нужно закрывать наш наш узкокрестик видите все зависит в какой стороне у нас диагональ к вот здесь вот два узкокрестика вместе один закрыт верхний левый угол 2 закрыт в нижний правый угол и получается вот создается такой маленький шип вот еще узкокрестики которые мы с вами вышивали видите ничего сложного нет нужно просто воспринять эту информацию и можно вышивать очень очень просто не боясь никаких схем никаких узкокрестика все вышивается легко вот и немножко я повышевала самостоятельно я закончила вышивать два вот эти бутончик а посмотрите какие они крохотные какие они изящные и очень-очень такие хорошо проработанные даже без бэкстича видно все вот эти закругленности шип вот он листочки очень красиво мне нравится вот такая красота у меня получается на этом мое видео заканчивается я желаю вам праздничного радостного настроения счастья любви в доме ну и до новых встреч девочки мальчики всем пока пока